Благоустройство, вывоз мусора, ремонт дорог. Эти и другие темы обсудили в режиме видеоконференции члены кабинета министров, главы муниципалитетов. На связи была вся республика. Большой праздник – весомый повод убраться в доме. К столетию автономии благоустроены должны быть все населенные пункты. Большой объем работ предстоит выполнить и дорожникам республики. В 2019 году запланировано строительство и реконструкция более 33 километров. Ремонт, в том числе и капитальный, почти 178 километров автомобильных дорог. Кроме того, в муниципалитетах продолжается работа по обустройству контейнерных площадок. На сегодня необходимо обустроить 5189 мест накопления. 3451 место накопления обустраивается в рамках реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанной на местных инициативах. Здесь надо отметить, что основная часть – это средства республиканского бюджета, 1738 мест накопления обустраивается за счет средств местных бюджетов. По состоянию на 12.07.2019 года завершено обустройство 1883 места накопления. В Козловском, Красноармейском, Шумерлинском районах в Канаше контейнерные площадки почти все готовы. Отстают от графика в Чебоксарском, Янтиковском, Аликовском и некоторых других районах. Цивильский и Красноармейский стали пилотными по раздельному сбору мусора. Там появились современные контейнеры. Жители осваивают науку сортировки отходов. Это в конечном итоге выгодно всем, как самим жителям, так и региональному оператору. Разделенные отходы будут вывезены на досортировку, на сортировочный комплекс управления отходами. Там досортируются и уже пойдут в реализацию. Соглашение подписано с управлением отходами о том, что эти отходы сухие будут приняты бесплатно. Соответственно, мы моделируем, что уменьшение затрат на тариф, затрат на размещение должно повлиять на тариф в меньшую сторону. Участники совещания обсудили и вопрос погашения задолженности запотребленный природный газ. По сравнению с этим же периодом прошлого года она уменьшилась почти на 17,5%. Более 72% задолженности компании «Коммунальные технологии». К началу отопительного сезона необходимо максимально снизить имеющуюся задолженность. Такую задачу поставил глава муниципалитетов Михаил Игнатьев.